Так позже мир сегодня слышит салюта русского раскат, ой-то полной грудью дышит освобожденный Ленинград. Эдуард Марчик, как и все участники городской общественной организации и жители блокадного Ленинграда, в Парк Победы приходит дважды в год. 8 сентября, в день начала блокады Ленинграда, и 27 января, в день ее окончания. Илья Эренбург, наш замечательный публицист, писатель, поэт и даже был вице-президентом комитета мира, он так сказал, мы потому вошли в Берлин, потому что немцы не вошли в Ленинград. Именно вот стойкость наших ленинградцев, она вдохновляла вообще весь советский народ. Конечно, блокада принесла колоссальное горе в семье наших советских людей. Блокада города на Неве началась в 41-м году в 7 часов вечера с массированной воздушной бомбардировки. В этот день на город было сброшено 6 327 зажигательных бомб. Блокада продлилась 872 дня и закончилась 27 января 44-го года в результате проведения ленинградской новгородской стратегической наступательной операции. Немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены. Сегодня в парке Победы прошел памятный митинг. Цветы к вечному окню возложили представители общественной организации и жители блокадного Ленинграда, члены ветеранских организаций, кадеты, школьники. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня нашли в себе силы прийти сюда и вспомнить тот трагический день, когда вы оказались в блокадном Ленинграде. Спасибо, ребята, за то, что вы сегодня, помня самые страшные дни истории нашей страны, пришли сегодня сказать спасибо этим людям, которые ковали победу в 41-м году. Самарская организация жителей блокадного Ленинграда существует уже 32 года. За это время ее участниками была проделана большая работа по сохранению памяти об одной из наиболее трагичных страниц в истории Великой Отечественной войны по патриотическому воспитанию школьников. В школе номер 90 создан музей, посвященный жителям блокадного Ленинграда. Некоторые из них детьми были вывезены из голодного города и оказались в Куйбышеве. Куйбышев Самара стал городом, который приютил маленьких детей блокадного Ленинграда. Многие из них после Великой Отечественной войны вернулись обратно в Ленинград, в Санкт-Петербург, но часть из них осталась в нашем городе, связав свою дальнейшую жизнь с судьбой Самары. Они состоялись в профессиях, здесь обрели семьи, вырастили детей, но память о родном городе, о родных, которые остались в блокаду Ленинграда, она жива по сей день. В истории нашей великой страны сегодня страница 8 сентября очень трагичная. Мы вспоминаем начало блокады Ленинграда, где практически 900 дней люди, в основном это гражданские лица, были лишены возможности и питаться, лишены электричества. Наступила зима, наступила еще проблема с холодом, но тем не менее они не просто жили и умирали, они трудились, работали предприятия, которые выпускали снаряды, патроны, ремонтировали боевую технику. Самое большое мемориальное захоронение находится на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге. Там похоронено 520 тысяч ленинградцев. Всего же за время блокады погибли почти полтора миллиона человек, и только 3% из них от бомбежек, остальные умерли от голода.